Здравствуйте, наши дорогие зрители, читатели и почитатели канала Континент ТВ. Сегодня 26 октября, и я, Игорь Туфельд, ознакомлю вас с событиями, произошедшими в Израиле, в Иране, минувшей ночью. Мы решили сделать этот экстренный выпуск специально для того, чтобы наши уважаемые подписчики узнали последнюю информацию о том, что происходило во время бомбардировки, что конкретно было уничтожено, и вообще рассказать вам о том, как отмечают в Израиле это, вне всякого сомнения, эпохальное событие. Перед началом записи я разговаривал со своими близкими друзьями, включая своего давнего друга Марка Барона, который в свое время был советником у премьер-министра Ариэля Шарона, и покинул этот пост после того, как узнал о планах Шарона о выходе из сектора Газа. Он рассказал мне, что Израиль празднует, ликует, командование тыла сделало небольшие послабления в отношении северного района Израиля, где в течение последних дней продолжались обстрелы со стороны Ливана, но так или иначе вернемся к конкретным фактам. Часть из них я получил из Израиля, часть из них узнал в новостных каналах и по своим источникам. Итак, что же произошло? В атаке на Иран участвовало более 100 израильских самолетов. По некоторым данным, количество приблизилось к 150. Бомбардировки проходили в две волны и, по сути дела, в течение трех часов продолжались без перерыва. Итак, что же добились израильские ВВС? Прежде всего, был атакован иранский завод по производству твердого ракетного топлива, который эксперты называют ключевым компонентом иранской ракетной программы. Саудовский интернет-сайт ELAF сообщил, что производимое на заводе топливо используется для запуска ракет среднего и дальнего радиуса действий. В результате ракетного удара было уничтожено 20 топливосмесителей. Стоимость каждого из них оценивается в 2 миллиона долларов. Серьезный ущерб. Также источники в иранской ракетной промышленности сообщили Саудовской Аравии, что для восстановления завода до исходного состояния потребуется не менее двух лет. В Израиле же также атаковал самолеты ПВО С-300 российского производства в различных частях Ирана, уничтожив радары, питавшие эти системы в Иране, а также системы ПВО в Сирии и Ираке. Иранская армия уже признала, что военные радары были повреждены в результате израильской атаки, но в то же самое время заявила, что некоторые из них уже ремонтируются. Сколько времени продлится ремонт, они не сообщают, но по всей вероятности ремонтировать там просто нечего. В заявлении иранской армии также сообщало, что израильтяне использовали ракеты типа «Воздух-Земля» из воздушного пространства Ирака. Это достаточно интересная информация, потому что на сегодняшний день Иордания заявила о том, что ни один самолет не пролетал над территорией Иордании. Можно ли верить этому заявлению? Это уже другой вопрос. В принципе, все подробности этой операции, я думаю, мы узнаем не скоро, если узнаем вообще. На самом деле, какое имеет отношение, каким образом израильтяне пересекли все эти 1600 километров, пролетали ли они на территории Иордании или нет. Но, естественно, что в этой ситуации можно сказать, что Иордания абсолютно не заинтересована в том, чтобы афишировать информацию о том, что они разрешили пролет израильским ВВС над их территорией, что, в принципе, я не исключаю и понимаю их молчание и даже заявление о том, что они не допустили это. Как известно, до начала атаки появилась информация, которая просочилась в прессу о том, что израильтяне готовят ответный удар по Ирану. На сегодняшний день сделано заявление, что ФБР занимается расследованием утечки этой информации, но кроме утечки и последствий этой утечки, которая на самом деле не принесла никакого ущерба израильской операции, можно сказать о том, что в Белом доме действительно просили, именно просили, а не настаивали и не убеждали Израиль не атаковать нефтяные запасы Ирана, а также избежать атаку на ядерные объекты. Израильтяне прекрасно знали, где находится ядерный реактор и, в принципе, выполнили просьбу, повторяю просьбу, не требований Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, были полностью уничтожены противовоздушные локаторы и система противовоздушной обороны, которая находится непосредственно рядом с ядерным реактором. Таким образом, израильтяне дали понять иранцам, да, собственно говоря, и всему миру, что если Иран посмеет ответить на эту бомбардировку, следующий удар будет нанесен уже по другим объектам. Кроме всего прочего, естественно, что в самом Иране преуменьшают последствия атаки, официальные лица транслируют населению сообщения о мощи Ирана перед лицом внешних угроз. Например, секретарь Иранского совета по определению политической целесообразности генерал Моксен Резаи считает, что своим ударом по республике Израиль показал свой страх. А первый визепрезидент Ирана Мухаммад Резаарев заявил, что мощь Ирана делает врагов Родины униженным и бессильными. Ну, естественно, Родина, по словам Арефа, является Исламская республика Иран. Кроме всего, были нанесены удары по ракетным установкам, которые располагались рядом со штаб-квартирой Ксира. Это комитет Исламской революционной армии. И таким образом израильтяне практически полностью вывели всю систему противовоздушной обороны Ирана. Это также еще один намек на то, что кроме ядерного реактора могут быть задействованы и уничтожены нефтяные запасы. То, что это произошло именно сразу после праздника Симхат-Тура, показывает в очередной раз, что израильтяне специально планировали и обозначили эту дату как ответ на то, что произошло год назад по еврейскому календарю, тоже в день праздника Симхат-Тура, когда была совершена кровавая резня на территории Израиля, в результате которой, как вы знаете, погибло 1200 израильтян со стороны Хамаса. Интересна реакция мировой общественности. Практически весь западный мир заявил о том, что они поддерживают Израиль и более того намекнули на то, что если Иран посмеет ответить, западный мир будет защищать Израиль. Ну, по крайней мере, эти заявления последовали непосредственно от премьер-министра Великобритании Кира Стармера и от министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Причем заявление Ллойда Остина, которое он сделал лично в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Йоовом Галлантом, он заверил, что Вашингтон готов к защите еврейского государства и после нанесенного им удара по Ирану. Две страны осудили израильские бомбардировки. Ну, естественно, что это две арабские страны. Причем удивительно, что среди арабского мира хранится полное молчание, кроме заявления Ордании, которое, в принципе, не имеет никакого отношения к осуждению или одобрению израильского рейда, осуждение сделали представители Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и султаната Аман. Ну, еще стоит к этому добавить, что решительный протест также сделали террористы Хамаса. Как это не смешно и печально, но они тоже имеют право на какие-то заверения. Имеют право в кавычках, естественно, я надеюсь, что вы понимаете всю иронию, которую я вкладываю, имеют право. Хамас не имеет никаких прав. Не после того, что он сделал, не до этого, и, естественно, что не в настоящее время. Террористические организации вообще не должны участвовать ни в каких международных заявлениях и обсуждениях. Интересно, что российский МИД устами пресс-секретаря Марии Захаровой призвал все стороны к сдержанности и прекращению насилия. На мой взгляд, немного неожиданное заявление. Но, тем не менее, это в очередной раз подтверждает то, что к атаке израильтян в основном отношение положительное. Интересно, что многие эксперты считают, что этот рейд прежде всего был заделан на будущее, который обеспечит израильским ВВС превосходство в иранском и околоиранском воздушном пространстве при возможных будущих ударах. Выведенные в строй локаторные мощности и российские комплексы ПРО-С-300 компенсировать очень непросто. Как я уже сказал, параллельно были ликвидированы батареи в Сирии, специально устанавливающиеся как барьер для израильских ПВО, если те будут пересекать границу этой страны на подлете к Ираку. Вместе с тем удары были также совершены и по другим военным объектам. В общей сложности они достигли уничтожения более чем 20 военных объектов Ирана, причем в различных частях этой, в общем-то, немаленькой страны. Интересно отметить и тот факт, что именно в день, когда Израиль начал бомбардировки, Конгресс США по инициативе спикера Майкла Джонса опубликовал письмо, направленное в Организацию Объединенных Наций, с осуждением действий этой организации. Цитирую. «Конгресс принял во внимание многочисленные действия ООН, направленные на делегиматизацию права Израиля на самооборону. Мы напоминаем вам, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором ООН. Наши взносы составляют треть коллективного бюджета организации», указали конгрессмены. Таким образом, Майк Джонсон и 105 других конгрессменов, включая, кстати говоря, и некоторых конгрессменов от Демократической партии, дали понять Организации Объединенных Наций, что в противном случае бюджет ООН может сократиться ровно на 33%. Посмотрим, какие выводы сделает генеральный секретарь Антонио Гутерреш, но о том, как он ведет себя по отношению к убитым ликвидированным террористам, командирам боевых подразделений Хамаса, которые в то же время состояли в организации БАПОР, или ОНРОА по-английски, мы уже знаем из нашего вчерашнего разговора с Мишей Герштейном. И в заключении, как вишенка на торте, армия обороны Израиля выложила фотографии экипажа ВВС, вылетающих на задания. Они показывают и доказывают, что в масштабном израильском агроналете этой ночью участвовали не только мужчины, но и как минимум две женщины. Что ж, надеемся на то, что успехи армии обороны Израиля будут продолжаться, Хамас и Хизбала в ближайшем будущем будут ликвидированы, и с победой Дональда Трампа 5 ноября на Ближнем Востоке поцарится долгожданный мир и покой. Желаю вам хороших выходных дней. С вами был Игорь Туфельд. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.